Капуста Брокколи, кальраби Мы можем сеять путем прямого посева в грунт Капуста очень ценный овощ Который в своем составе имеет массу полезных веществ И витамины А, В, С И некоторые виды кислоты Которые достаточно редко встречаются в других овощах И в цветной капусте, например, содержится тот самый редкий витамин У Который отвечает у нас за заживление ран Особенно в желудочно-кишечном тракте При язвенных болезнях и других разновидностях заболеваний желудочно-кишечного тракта Что вы должны помнить, если при высадке капусты в грунт? Основными предшественниками капусты должны быть картофель, чеснок, огурцы Это все допустимо То есть в этот грунт мы можем сажать Но ни в коем случае капусту нельзя сажать там, где у вас произрастали представители крестоцветных пород То есть это рукола, редька, редис Капусту на эти грядки сажать нельзя Так как у них одни и те же вредители и одни и те же заболевания Поэтому выбираем грядки не после крестоцветных Белокочанную капусту можно разделить на три группы Это ранние, средние ранние и поздние Как правило ранние сорта капусты используются летом Белокочанная капуста можно выращивать как рассадным, так и безрассадным способом Путем посева в грунт, как я уже говорила Краснокочанная капуста бывает средних поздних сортов и поздних сортов Использование ее достаточно широкое Ее используют и в салатах, и в маринаде Единственное, что при приготовлении вторых блюд вот такая замечательная окраска капусты теряется Но вкусовые качества не изменяются Савойская капуста, чем хороша? Она может вызревать достаточно рано Даже раньше, чем белокочанная капуста Не имеет грубых прожилок, за что ее очень ценят И используют в приготовлении голубцов и других легких салатов летних Еще очень интересные сорта капусты Это цветная капуста, брокколи и вот такая вот капуста романеско Что можно сказать про них? Цветная капуста у нас давно уже заслужила нашу любовь И часто ее высаживают на огородах, при усадебных участках Как правило, ее высаживают всегда В основном ее высаживают через рассаду Она обладает уникальными свойствами Как я уже говорила, содержится витамина У, который залечивает раны желудка Цветная капуста менее хладостойкая Ее высаживают в грунт позже, чем обычную белокочанную капусту Срезает всегда только верхнюю часть То есть качанчики Брокколи тоже можно сказать, что она капуста та, которая хорошо сохраняется в зиму путем заморозки Содержание витаминов у нее достаточно высокое И не только витаминов, но еще большое содержание бета-каротина Очень большую популярность завоевала капуста брокколи Содержание бета-каротина в ней, наверное, из всех сортов капусты самое высокое Витамины, минералы Ну, то есть, целая таблица менделея содержится в таких замечательных головках Она хорошо используется в приготовлении вторых блю И очень хорошо переносит любую заморозку То есть в зимний период времени незаменимые И самый еще интересный момент Путем скрещения вот этих двух видов капусты получили вот такой вот интересный сорт Декоративный очень называется капуста романеском Эта капуста забрала лучшие качества от цветной капусты и от брокколи И еще вот такой вот необыкновенный вид То есть она и в приготовлении блюд будет очень оригинально смотреться И на дачном участке, то есть внесет какую-то определенную изюминку Следующий представитель – это капуста брюссельская Когда на одном стволе сформируется вот такие много маленьких миленьких качанчиков Урожай, как правило, собирает в сентябре-октябре Капуста очень хорошо зарекомендовала себя в лёжке То есть при температуре 0 градусов Хранится отлично, ведет себя в заморозке Используется для приготовления вторых блюд в основном Имеет очень такой необыкновенный пикантный вкус Следующий представитель капустных – это кальраби Что следует знать про эту капусту? В пищу у нас идет вот такой вот шаровидный стебель И могу сказать так, что при выращивании вы должны помнить, что затягивает сбором урожая Этой капусты не стоит, так как стебель начинает грубеть И, в общем-то, становится не очень приятной на вкус Это вот кальраби Выращивается тоже рассадным способом Еще одна из разновидностей капусты – это грюнкаль У нее необыкновенно красивые листья, которые тоже используют в пищу Но единственное, что в сыром виде они достаточно жесткие И лучше, конечно, использовать ее после термической обработки Листья очень необыкновенно красивые Португальская капуста тоже заслуживает вашего внимания У нее необыкновенные красивые листья И обладает она с ярким выраженным капустным вкусом И с такой легкой пикантной горчинкой Еще интересные представители китайской группы – это пекинская капуста и китайская капуста У них необыкновенно красивые листья Используются в пищу как черешки, так и листья Капуста сеется прямым посевом в грунт Пекинскую капусту можно разделить на два вида Качанная и полукачанная Черешки можно использовать для квашения и у этой, и у этой капусты Так что вот еще одни представители Следующий представитель капустных – это японская капуста сорта мизуна У нее очень красивые листья Выращивают безрассадным способом, путем прямого посева в грунт И используются в салатах на протяжении всего летнего периода У него достаточно яркий капустный вкус На наших магазинах я очень часто видела, что вот эту капусту продают под видом салатов Это не так, это все-таки представитель капустных Есть еще один замечательный представитель капустных – это капуста с названием кайла На Востоке ее очень часто выращивают как капусту, но используют как спаржу То есть и готовят как спаржу, и отношение к ней как спаржа Используют ее для приготовления различных блюд на протяжении всего летнего периода И самое интересное, что эта капуста очень хорошо растет, то есть достаточно быстро и качественно Еще один представитель капустных, которым я хочу вам познакомить Это капуста брокклера Она очень похожа на капусту кайлан, только получила распространение в Европе Ее тоже используют пищу как спаржу Готовят как спаржевые и используют в пищу все части растения Сеют прямым посевом в грунт и генетически она сохранила все свойства капусты брокколи Поэтому такая вот интересная капуста У нас как-то она не получила такого распространения в наших огородах Но тем не менее не стоит попробовать ее вырасти Она очень красиво еще смотрится Поэтому обратите внимание на эти новые, необыкновенные сорта капусты Я думаю, что вот такой вот обзор капусты вам понравился Теперь я вас познакомлю с новым сортами, которые наверняка вы не знали Поэтому выращивайте капусту и кушайте